Чем дышат жители домов на Советской и на Юбилейном проспекте, проверяли специалисты Центра эпидемиологии Московской области, брали пробы воздуха. Риотовчане жалуются на неприятные запахи. Превышена ли предельно допустимая концентрация вредных веществ, эксперты должны разобраться в ближайшее время. Они исследуют воздух на наличие диоксида серы и азота, а также пыли и бензина. Прибор набирает в себя энное количество воздуха, пропускает через себя. Затем мы уже смотрим в лаборатории, распечатываем кассеты и смотрим, есть ли превышение ПДК. Пробы воздуха сделают несколько раз, не только днем, но и ночью. Если найдут даже незначительное превышение, его отразят в протоколах. Тогда уже другие специалисты займутся выяснением причин. На баканализ, на нефтепродукты, на кислородные показатели. Сегодня воду из фабричного пруда разложат на молекулы. На каждый показатель у Валентины Граковой своя емкость. Это потом воду отвезут в лабораторию, где ее и понюхают, и даже попробуют на вкус. В общем, выяснят всю подноготную. Сегодня нужно налить почти 10 литров, чтобы хватило на исследование. Один анализ пойдет в санитарно-паразитологическое исследование воды. Потом баканализ, колифаги, патогены, микроорганизмы. Анализ воды из Реутовского пруда проведут и по другим показателям. Например, оценят, сколько нитритов, нитратов и аммиака. Посмотрят и кислотно-щелочной баланс. Определят и жесткость воды. Все бутылки тщательно запакуют и перейдут к анализам почвы. Для этого у специалистов будет целый пакет. Земли в нем больше килограмма. Там тоже и кадми, и сменец, и нефтепродукты. Также бактериологические. Также на кишечную палочку почву берется. Такие работы на фабричном пруду проводятся, чтобы даже самым маленьким отдыхающим было комфортно. После проверки станет ясно, насколько безопасен фабричный пруд для реутовчан. Наличие в почве, например, одних пестицидов многие ученые приравнивают к воздействию на человека радиоактивных веществ. Мы просто полномерно смотрим, какие у нас показатели проб воды, почвы. И если мы будем видеть, что там какие-то отклонения от нормы, мы будем принимать соответствующие решения. То есть будет проводиться какая-то очистка дополнительная или обработка. Протоколы анализов в Реутове получат уже на следующей неделе. А очередные пробы почвы и воды на фабричном пруду возьмут в июне. 15 новорожденных в Московской области получили свидетельство о рождении. Торжественная церемония прошла в городском ЗАГСе. Среди новых жителей Подмосковья три рютовчанина, остальные из Люберец, Ногинской, Балашихи. Первый официальный документ родителям малышей вручила начальник главного управления ЗАГС области Елена Филатова. Также она отметила, что в год столетия ведомства жителей стали чаще рожать. Тенденция в Московской области роста рождаемости есть. Уменьшение смертности есть. Это показывает и анализы, и статистика, и говорит о том, что, значит, меняется наша жизнь. Раз у нас показатели такие статистические улучшаются, значит, у нас впереди хорошее будущее. Мировая долгожданная премьера «Пираты Карибского моря». Мертвецы не рассказывают сказки. Снова встретимся с несомненным Джеком Воробьем в исполнении звезды Голливуда Дженни Деппа. «Пираты веками отравляли морские просторы, и я поклялся истребить их всех». Исчерпавший свою удачу, капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар в исполнении Хавьера Бардема и его «Призрачные пираты». В общем, один убегает, другие догоняют. И все это происходит на фоне прекрасных морских пейзажей, а компьютерная графика лишь добавляет экшена во все сцены фильма. Чтобы зацепить этим зрителя, создатели ленты потратили 230 миллионов долларов. То есть практически в два раза больше первой части приключенческой франшизы. «Монстры Юга» — еще один заокеанский гость. Фильм заявлен как фэнтезийный триллер ужасов. «Черное или розовое? Мне нравится розовое, надень его». «Кто бы сомневался». Создатели трилогии «Зло» приглашают в самое логово нечисти. Нервным и особо впечатлительным лучше не смотреть. Герои фильма, свернув с шоссе, оказываются в непонятном месте. Связи нет, а местные аборигены дают лишь один совет. «Возвращайтесь на шоссе, откуда приехали, и жмите на газ, что есть дури». Вернуться не так-то просто. Место не отпускает. Герои фильма вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам. Вот такие получились современные байки из клепа. «Слишком поздно! Не останавливайся!» «Теперь мы все будем вместе». Конечно, не останутся в стороне наши юные кинозрители. Специально для них новый выпуск «Мульт в кино» под названием «Ура, лето!» Мультипликационный сборник вместил в себя самые яркие популярные анимационные работы. «Эх, жалко, что наша мама перестала летать в космос». «Белка и стрелка», «Озорная семейка», «Мимимишки», «Лунтика» и его друзья. Эти мультфильмы пользуются огромным успехом у детворы. На этот раз можно посмотреть новые серии на большом экране. Так что идем в кино всей семьей. «Мы отправим Лунтика на Луну!» Подводим итоги нашей киновикторины. Победителем стала Елена Суханова. Мы обязательно передадим ей два билета в кино. А наш следующий вопрос. Назовите российские фильмы участники 70-го юбилейного Каннского фестиваля. Свои ответы оставляйте на нашей страничке ВКонтакте и моем личном Инстаграм. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии. Встретимся через неделю. Смотрите кино! 51 литр крови сдали в рамках акции «День донора». Всего 113 человек. События приурочили ко Дню защиты детей. Пригласили ребят детского сада «Ромашка». Они подарили донорам рисунки в знак благодарности. Большая часть пришедших в городскую больницу – бойцы Росгвардии. Это связано с нашей профессией. Потому что сотрудники Росгвардии, они обеспечивают порядок, защиту имущества и делают людей по мере возможности как спокойными и счастливыми. То же самое и донорство. Мы тем самым сдаем кровь и тоже некоторых людей делаем здоровыми и счастливыми. День донора в Риотове проходит пять раз в год с каждым разом. Как отмечает главный врач больницы, желающих сдать кровь становится больше. Если мы начинали там, день донора у нас проходил 50-60 человек, потом 100, потом 150, то сейчас уже мы приблизили к цифре 250 и даже больше. Соответственно, я думаю, это 100 литров крови. Донорская кровь направлена в Московскую областную станцию переливания, где пройдет обработку и будет распределена между подмосковными больницами. С самого утра четверга начнутся дожди. Температура при этом установится на отметке плюс 13. В обед осадки продолжатся. Возможно, будет гроза и тепло. 16 градусов. Солнце, может быть, выглянет уже ближе к вечеру. Температура останется, как и днем. Это данные Гесметио.